Снова здарова, дамы и господа, на связи Роман и канал Фрисенгеймс, а мы продолжаем с вами Звездные Войны Галактика Героев. Сегодня у нас интересная, сегодня у нас Ситрипио, и я немножечко наслукавил, сказав, что буду проходить седьмую категорию вместе с тобой, а прошел я в итоге за кадром. Почему? Потому что оказалось, что это полная жопа, и пройти ее вот так вот с бухты-барахты не получилось. Пришлось мучиться очень долго, в итоге еле-еле взял, потом сел записывать видео, и в итоге даже на видео, спустя два часа, все два часа у меня есть видеозапись, я не смог взять второй раз эвоков. Но потом уже на третий день на работе с телефона почему-то проходилось гораздо проще. Вот три раза, три раза я с телефона смог пройти седьмую категорию, с компьютера сажусь в эмулятор, и все, хоть ты тресни. Ладно, пойдем мы тогда с пятой категории начнем. У нас Чирпо, Лагрей, Уикед, Эвок Старейшина, Поплу, все десятый тир, все семь звезд. Естественно, модули, какие получилось, такие я и поставил, особо за них не заморачивался. По скоростям, если интересно, 204, Лагрей 214, Уикед у нас 229, Поплу, кстати, заметь, единственный не в скорость. А, еще и Старейшина тоже не в скорость, здесь ХП плюс стойкость, ну потому что он танк здесь 177, и Старейшина у нас тоже ХП и стойкость, на секундочку, и по скоростям 190. Просто если этим двум парнишам ставить скорость, то откисают они просто на раз-два, и там уже вообще нет никаких шансов. По прохождению я понял, что, 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 что Старейшина наш ключевой персонаж, и всеми силами он должен жить. Пятая категория данным сетапом проходится достаточно-таки просто. Гляди, берем, прячем Старейшину, а учитывая, что наши пацаны ушли в инвиз, то нам не страшна контратака, они не могут контратаковать. Снимаем дебафы, снимаем здесь, естественно, таунт, он же называется стан, и здесь два варианта, либо Рхана, либо Р2-Д2. Я предпочитаю, если честно, бить Р2-Д2. Уклонение сняли, теперь снимем бафчики, и немножечко будем запинывать. Но заметь, только в данном случае я предпочитаю Р2-Д2. Вообще, по факту, надо Чуи выносить в первую очередь, потому что это та еще скотина. Так, предвидение давай, хотя вот предвидение тоже такая мразота, что оно не особо спасает, в том плане, что Рхан и Чуи они бьют через глаз. Поэтому особо на это не рассчитывай. И, кстати, Р2-Д2 массовкой тоже бьет через глаз, поэтому на предвидении, особенно на последнем этапе седьмой категории, можно не рассчитывать, вообще ни разу никак. Так, давай сюда разок, просто базовыми пока тыкаемся. Дальше снять. Да, определенно надо снять. И с кого еще снять? Да нет, сделаем призыв, скорее всего, старейшину. Я тебе сейчас объясню, почему все призывы я буду отдавать старперу нашему. Ой, кого-то сейчас потеряю. Нет, не потерял, странно. Так, режем ШХ. Атака сюда. Давай сделаем таким образом. Чуть-чуть прохил. Толпой. Дальше идешь ты. Давай затанкуем немножко. Через старейшину опять же таки. Разгоняемся. И понеслась по бырику. Так, а это у нас что делать? Восстанавливать 20%. Ну, это нам не имеет никакого смысла. А это нам, по-моему, ШХ заливает. Да, 20% к шкале хода. Поэтому его имеет смысл как раз таки использовать. Снимем бафы. Хорошо. Ну и просто пока тыкаемся. Можно ШХ немножко порезать. Еще немножко сюда улупить. Разгон. Прошел разгон. Добиваем. И остается у нас только С3ПО. Оно здесь просто тычками. Есть. Сейчас небольшие пояснения. То есть... Хорошо, хорошо, хорошо. Небольшие пояснения. Почему так, а не иначе. Да, победа. Это понятно. Это все. Я молодец. Красавчик. Умел. Смог. Давай мы переходим в шестую категорию. И покажу тебе. Посмотри. У Поплу есть очень прикольное умение. Оно называется Стимул. Это вторая его особая. Снимает все отрицательные эффекты с Поплу и выбранного союзника. Если этим союзником является Эвоком, призывает его на помощь и дает 10% шкалы хода. Здесь главное для нас, что снимает все отрицательные эффекты. Дальше. Старейшина. Почему его постоянно в призыв? Наносит физический урон вражеской цели 60% вероятностью 50% увеличения шкалы хода, а также вдвое меньшего для всех союзных Эвоков. То есть 25% увеличения шкалы хода. Прочие союзники получают 10% прибавку к шкале хода. То есть просто-напросто он разгоняет своей базовой тычкой. Поэтому все призывы в него. Это максимально разгоняет наших мишек. Дальше у Икита вторая особая. Она же называется Партизанская война. Наносит физический урон выбранному врагу и призывает на помощь выбранного союзника. Если союзник является Эвоком, у Икита выбранный союзник получает скрытность. И их критический урон повышается на 2 хода. То, что критический урон повышается на 2 хода, как бы не столь важно. А вот то, что скрытность, это нам позволяет спасти хотя бы одного Эвока. В частности, ключевого персонажа, такого как Старейшину. Засада в лесу. Наносит физический урон всем врагам. Эвоки-союзники получают 10% в шкале хода за каждый нанесенный критический удар. То есть, следовательно, нам хорошо, если у него крит-шанс будет высокий. Но я за это сильно не заморачивался. Я поставил ему 1 сет крит-шанса. И он у него получился. Сейчас я тебе скажу. Так, физическая атака 53. И особая атака шанс на критический 20. Вот и все. То есть, вот все, что у нас получалось. Дальше, что бы, наверное, такого? Да, наверное, все. Слушай, по факту. Это вот основные такие параметры, которые могут не то чтобы спасти, а помочь уж точно должны. Так, шестая категория. Здесь уже возможны заморочки. Не важно, что мы кого-то потеряли. Пока не страшно. Ой, у нас Чуя остался без инвизы. Вот это хорошо. Но у нас, опять же, смотри. У нас старейшина. Старейшина. Встанем. Призвать мы его не можем. По идее, мы можем призвать Поплу. И он своей базовой собьет бафы. Да, давай попробуем таким образом сделать. Есть. Тут же он получает стан. Ой, не стан, а провокацию. У нас ходит викид. Немножко разгоняет. Дальше. Резать ШХ. Давай ШХ мы порежем. Р2-Д2. Просто почему бы и нет. Здесь мы как раз призовем старейшину, чтобы он вышел из стана. И попробуем кого-нибудь воскресить. У нас есть два варианта. Либо это одаренный целитель. Но здесь 35% шанс. А это очень мало, как оказывается, в игре. Поэтому лучше давай, чтобы наверняка так сказать. Хорошо. Так, бьем толпой. За счет того, что мы ударяем толпой. Дает всем союзникам ускорение на 2 хода. Затем призывает на помощь всех эвэков союзников. И еще одного случайного союзника. На персонажа присутствует стан. За счет того, что мы ударим толпой, то Поплу снимет с него провокацию. И мы сможем дальше долбить Чуи. Так, поехали. Базовая. Дальше призываем старейшину. Заодно прячем. Плюс разгон. Дальше. Так, вот это же нам, по-моему, 20%. Да. Заливаем ШХ. И немножечко нападаем на Р2-Д2. Провокация у нас спала. Но в этом нет ничего страшного. Прохиливать мы пока никого не будем. Это абсолютно никак нас не пугает. Давай разгон. Хорошо. Дальше. Снимаем. Снимаем, естественно. И продолжаем Р2-Д2 бомбить. Можно, кстати, ему ШХ порезать заодно. И ошеломление накинуть на всех остальных. У ошеломлений есть один большой плюс. По-моему, они... Так, подожди. Сейчас я тебе скажу. Невозможно контратаковать. Вот. Это очень важно. Прийти на помощь союзнику или получить бонус к шкале. Но у меня вот контратака, если честно, очень пугает. Так, здесь мы используем первую особую просто для того, чтобы старейшина у нас не откинулся. И давай переключимся пока что на Р2-Д2. Нет, давай мы тогда здесь сделаем вот таким образом, чтобы подлечить старейшину. И возьмем на себя провокацию. Сейчас он потеряет защиту. Командир или как его? Да, командир получит провокацию. Но это не страшно. Во-первых, у него ХП очень мало. Во-вторых, мы через поплу можем снять просто... А, нет. Он раньше откинется. Хорошо. Здесь толпой. Сразу налетаем его, откидываем. И пошли через старейшину. Опять же, просто чтобы получили мишки разгончик. Так, режем шеха. Обновляем на пацанах ошеломление. Ну и просто красиво добиваем. Здесь, конечно, диспелл. Хотелось бы дать на нашего поплу. Просто чтобы снять с него запрет на положительные эффекты. Ну давай мы таким образом все-таки поступим. Вообще, у старейшины первую и вторую особую надо шухерить. По крайней мере, на седьмом этапе она безумно сильно может спасти. Там вообще одна ошибка. Перекрывает полностью весь ход битвы. Либо наоборот. Где-то сэкономленная способность также может вытащить из очень сложной ситуации. Поэтому просто так первую и вторую на старейшине лучше не использовать. Опять же, я просто сижу-то умничаю, да? А по факту я там столько ошибок сейчас наделаю, что будьте, здрасте. И не факт, что вообще пройду. Но у меня есть заготовка. То есть, если я не пройду, то я тебе включу запись с телефона. Достаточно длинная. Она получилась там практически 8 минут. Я пытался седьмую категорию бить. И запись это, наверное... А, седьмая. С телефона достаточно просто. Просто я не знаю почему. Но когда зашел с телефона, я взял первый раз с седьмой попытки, потом с третьей, потом с пятой. Не знаю, за счет чего это. Поехали. Поехали попробуем сначала с эмулятором. Может различие то, что русская и английская версия. Хотя это вряд ли, конечно. Ну, мало ли. Не знаю, в общем. Так, Поплу получил стан. Смотри, они бьют сразу старейшину. То есть, у нас сейчас старейшина отлетит. И это можно сразу перезапускать. Это бессмысленно дальше продолжать. Абсолютно. Нам нужна грамотная расходовка. Так, чтобы старейшина выжил. И желательно, чтобы был без стана. Именно поэтому у него стоит один комплект стойкости. Так же, как и на Поплу. Для этих двух персонажей стан... Ну, такой... Ну, вот опять старейшину бьют. Понимаешь? На нем язва. И он сейчас от массованки, естественно, откинется. Поэтому, к сожалению, увы и ах. Я знаю, что есть люди, которые проходили в девятом тире. То есть, миллион переигровок никто не отменял. Есть, кто зашел в девятом тире и ему повезло с первого раза взять. Это все рандом. На самом деле, 10-й тир это даже не соответствует минимальным требованиям. Минимальные требования это 11-й тир, если я не ошибаюсь. Так, смотри. Кого спасаем, кого спасаем. Здесь, по идее, было бы весьма неплохо снять отрицательные эффекты. Но мы получим контратаку. Видишь, в чем прикол? Контратаку получать нам не хочется. Плюс, нам надо избавиться от провокации. Нет, подожди. От провокации нам избавляться не надо. R2-D2 мы не заберем. Мы не заберем R2-D2. На удивление, он здесь самый пышный персонаж. Поэтому мы давай знаешь, каким образом поступим? Мы сделаем вот таким образом. Отрицательные эффекты сняли. Так, давай теперь снимем с него все положительные эффекты. Хорошо. И будем долбить его просто, чтобы он нам на будущее не мешал. А вот с R2-D2 мы поступим вот таким образом. Дальше мы прячем старейшину. Старейшина нам нужен. Старейшина должен жить. Получаем немножко разгон. Отрицательные эффекты не снимаем. Это абсолютно бессмысленно. Прохил, 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 прохил. Но здесь прохил можно дать. Провокацию мы не получим, к сожалению. И здесь заливаем шеха на армалды. Опять же, шеха давай. Сюда немножко. Ай-яй-яй-яй-яй. Одного потеряли не страшно абсолютно. Пока не страшно. Вот это страшно. Вот это все. Вот это страшно. Вот это все. Здесь должно столько всего совпасть. 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 Да, совпасть. Звезды должны сойтись на небе Для того, чтобы можно было Очень бодро пройти данную категорию Главное не старейшину Так, уикита потеряли Так, подожди, это пока не страшно Давай старейшину мы сделаем так Сейчас мы воскресим уикита Он нам нужен, он потому что делает Весьма неплохой разгон Здесь мы поступим вот таким образом И у нас чубака Чубака без инвиза Давай прятать мы, наверное, не будем Старейшину на этот раз Мы снимем лучше всего бафы Да, вот таким образом мы пока снимем бафы У нас провокацию получил Поплу Это весьма неплохо Давай мы опять снимаем различные бафы Которые есть, бляха, ушел в инвиз Но у нас есть Сырхан Получаем разгон Так, здесь, давай снимаем тоже бафы Нафиг надо Ай, больно, ай, больно, больно Ой, как больно У нас старейшина пока жив Давай, 35% сработайте Сработали, кстати, на удивление Так, прохил даем сразу У меня был один случай Когда осталось Все мои эвоки полегли И остался один старейшина Чтоб ты понимал На каждого приходится по 35% оживления Ну, насколько я понимаю И ни один из четырех не встал Понимаешь? Вот тебе и 35% Как такое может быть? 35% это один из трех И один из четырех даже не встал Короче, херня полная Либо я неправильно считаю Либо просто игра меня пытается заиметь Во всякие тяжкие Так, снимаем провокацию У нас Сырхан Ай-яй-яй-яй Чубака, Чубака, Чубака Чубака вышел Ух, демон с преисподней Опа, а у нас нет поплу Мы не можем снять сейчас провокацию Нам надо срочно Чтобы сходил старейшина Ай-яй-яй Тихо, спокойно Нет, здесь мы не рискуем Здесь мы в любом случае делаем так Дальше, дальше, дальше Смотри Прячем старейшину Хорошо Кто, кто, кто Разгон Нам очень нужен разгон Два крита Снимаем отрицательные эффекты Дальше Заливаем Заливаем Шиха Отлично Толпой Замесили пацана Это еще ничего не значит И пойми Мы еще далеко Далеко Даже еще не победили Абсолютно ничего не значит То, что мы завалили Чуй Это хороший знак Но это не показательно Здесь не только Хан Страшен Здесь больше Страшен Р2-Д2 Но он безумно толстый Понимаешь Он один может всех развалить Если карта не сложится Так как надо Плюс Лея Сендора Или Сендора Как правильно Сендора по-моему Она может завалить Опять же Любого Потому что Она бьет по три раза Это очень страшно Это очень больно Так, давай От Хархана Избавились Хорошо 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 Так, тихо Спокойно Спокойно Сейчас мы будем Командиры запинывать Просто потому что Просто потому что Р2-Д2 Нам с тобой не запинать Мы будем очень долго Сносить защиту В итоге командир Получит провокацию И может Получиться так Что у нас Поплу Будет мертв На тот момент Или еще что-то Короче Мы не сможем Снять провокацию Это будет очень плохо Поэтому давай Пока будем запинывать Командира Нет 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 Не старейшину Так Забираем на себя Ага Так Кидать Прохил Нет Прохил Мы кидать Не будем Мы сделаем Лучше Вот таким Образом Дальше Поплу Красиво Нам сделает Вот так Дальше Мы толпой Их Помесим Молодец 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 Еще Поплу Красиво Делает Поплу Держит удар Поплу Держит удар Так Заливаем Шеха Стану Старейшины Должен сойти Есть Сразу же Ему Заливаем Отлично Скидываем Не скидываем Прохил 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 Не буду рисковать Дам все Прохил Потому что сейчас проиграть будет очень обидно А я проигрывал в такой ситуации уже, если честно Ай, смотри, все равно в старейшину метят Так, 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 так Язву со старейшины снимаем Нам здесь... Нет, 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 нет Нам не нужна здесь язва Пока попробуем законтрить R2 и забрать Лею Старейшину спрятали Снимаем отрицательные эффекты Дальше забираем на себя огонь Вот его вы и трогаете Но у него стойкость, будьте здрасте Поэтому особо не переживаем Еще заливка пошла, молодцом Сюда Сейчас Лея у нас быстро откинется Блин, надо было бафы снять Надо было снять бафы у R2, D2 Почему я так не сделал? Во, отлично, давай бафы снимаем Хорошо Дальше разгон хотим Ой, шиха порежем Сейчас красиво будет, хорошо Эх ты ж, падла Не порезали шиха Невосприимчивость Я не понял, по какому принципу У него падает невосприимчивость У него нет на нем Ни одного положительного эффекта Иногда мы режем шиха Иногда не режем То есть я не знаю, честно От чего это зависит Ну, нет у меня никаких Догадок и мыслей Ну, здесь мы уже Считай, практически победили Если, конечно, не случится Какой-нибудь прям жесткой дизморали И R2, D2 Жестко нас всех не подпалит То будет все хорошо Так, нахер Язву кинул Ты посмотри, какой гаденыш А? Взял и кинул язву Йоу, перри мэн Что-то он там с мэном Скинул, но у него ничего не получилось Ага, понятно На тебе ответочку Отлично Вот сейчас, кстати, вроде не было Невосприимчивости То есть шиха бы порезалась Если бы оно было Но его не было, к сожалению Эй Успокойся Так, мы берем огонь на себя Заметь, как мы долго бьем R2, D2 Это при том, что Весь огонь ведется по нему Уклонение еще прошло Конечно же Еще одно уклонение Но почему бы и нет Давайте все уклоняться будем Прохил не имеет смысла Лучше ударим его Один крит Вот видишь Сейчас порезалась шиха Хотя тоже невосприимчивость пролетела Не понял, почему невосприимчивость Но шиха на этот раз ушло в ноль Дай два крита Нет, все равно один только крит Ну ладно Ну и все, братишка Остался ты один Слушай, я не знаю Почему так получилось Но сейчас просто повезло Плюс все-таки Немножко грамотная расходовка То, что у меня было Много времени Потренироваться Потратил огромное количество В боях Что у меня тут целый Боевой опыт На А он ничего не повесил Да, не повесил До свидания До свидания шиха Ну и просто добиваем пацана Угу Лагрей, красава И выкид заканчивает А ты у меня пойдешь на превьюшечку Понял На превьюшечку пойдешь Вот таким образом Мы все-таки смогли победить Это было сложно На самом деле Мне Мне было сложно Взять его в первый раз Потому что не было понимания Я не смотрел гайдов Я не читал гайдов Я знал только одно Что черпе Нет места Что у черпы Должна быть Дзета И Минимальный десятый тир Можно было бы Помучаться и с девятым Я не знаю Как В принципе Можно было бы Помучаться Насколько это проходимо Можно было бы Что-то помучаться С модулями Туда-сюда Переставлять Но я Не захотел Ни с кого снимать модули Я брал Свободные модули Просто-напросто Можно было Не страдать И поднять Больше тиры Эвока Можно было Дать Если я не ошибаюсь Выкид Дзету Она очень сильно Помогает в прохождении Вот она Выкид Выкид получает Плюс 10 К критическому урону За каждого живого Эвока союзника И каждого Эвока союзника Со скрытностью В конце своего хода Выкид с шансом 50% Начинает новый ход Вероятность этого Снижается До 10% Если этот эффект Уже срабатывал Во время предыдущего хода Каждый критический удар Уикита восстанавливает Всем эвокам Союзникам 4% защиты И 2% Ой 4% здоровья И 2% защиты Это намного усилит Эвоков Намного их укрепит И конечно же Будет проще В прохождении Но мне жалко Мне жалко Мне жалко Давать Зеты Понимаешь Как я и говорил Раньше Я не то чтобы Дикий злоб Злоб Жлоб У меня всего 166 осколков Я не хочу Сильно вливаться В плане ресурсов Вообще Ни разу не хочу Потому что Эвоки Это не те персонажи В которых Стоит вливаться То же самое Касается Гэса Я не хочу Вливаться Сильно в персонажи Я возьму Всем Т12 И буду мучаться Буду страдать Буду переигрывать 10 раз 20 30 Сколько бы не пришлось Но я возьму С золотыми персонажами Для чего Потому что Я не хочу Допустим В реликвию Переводить Драйдеку И Б1 Пока что Никого не хочу Переводить В реликвию Потому что Очень дорого Для меня Очень сложно Для меня Это Т12 Т13 Если бы Точнее До Т13 Прыгнуть Т12 И поднятие Реликвии Это очень дорого Тем более Когда я хочу Пойти уже За второй легендой В конце концов Поэтому Не до этого Буду брать Все что можно взять Минималками Ну а на этом У нас все Если интересно То обязательно Подписывайся Жду тебя в комментариях Ставь лайк Если понравилось Большое спасибо Что посмотрел С тобой был Роман И да пребудет с нами Сила Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok